Всем привет! Торговая марка Maybelline развивается просто семимильными шагами. У них появилось очень много всего интересного за время, пока я не заходила ни в Еву, ни на сайт парфюмса и мейкапа. Поэтому я исследовала все, что у них появилось, все, о чем я вам не рассказывала. И вот в этом видео как раз таки все расскажу и покажу. Четыре шикарнейшие палетки. У меня есть первая Maybelline Zanute. Не буду делать свочи, потому что вы уже все о ней знаете. Две следующие это Blush Nudes и Rock Nudes. У меня их нет. Но я решила приобрести вот такой вот The Burgundy Bar. И я очень-очень-очень надеюсь, что она будет примерно, хотя бы немножечко, хотя бы отдаленно напоминать новую палетку от Anastasia Beverly Hills. Но палетка от Anastasia стоит примерно 45 долларов. А эта палетка стоит примерно 15 долларов. Давайте распечатаем и посмотрим на пигментацию, на оттеночки. Как всегда, все отлично упаковано и все не очень легко распаковать. Выглядит все вот таким вот образом. Что это такое? Кисточка у нас с одной стороны спонжик, с другой стороны довольно-таки мягкая кисточка. Интересно, наберет она что-то? Да, наберет, то есть этой кистью вы даже сможете что-то на себя нанести. Ну, а теперь давайте подсводчим. У нас получается здесь 12 оттенков. Два из них матовые, все остальные шиммеры или такие глубоко сатиновые оттенки. Давайте, наверное, начнем с верхнего ряда и закончим нижним. Очень-таки мягкие тени. Отличная пигментация, шикарная пигментация. Этот оттенок похож на тот оттенок. Вы знаете, просто шикарно пигментированы тени. Мне уже не терпится сделать макияж с ними, но пигментация шикарная. Так, ну что, следующие четыре оттеночка. И последние четыре. Блин, ну вы посмотрите на эту пигментацию, я просто в шоке. Это шикарные оттенки. Я могу вам, для примера, показать несколько оттенков из Занюц, хотя я не хотела этого делать изначально. Но, чтобы вы поняли, Занюц, она не настолько качественно пигментирована, насколько пигментирована вот эта палетка. То есть, Maybelline улучшает формулу, они учатся на собственных ошибках. И давайте, наверное, парочка матовых, да, допустим. Или, допустим, коричневый. Видите, пигментация совершенно не та. Совершенно не та пигментация. В отличие от этой палетки, совершенно не та. Теперь я хочу прикупить еще The Rock, Rock Nudes или Rock, как он там называется правильно. И в розовых оттенках. Просто безумное. У меня нет слов, я в шоке. Могу рекомендовать вам Burgundy Bar без зазрения совести. Посмотрим еще, как они будут тушеваться, как они будут наноситься. Но пигментация, на первый взгляд, вообще не уступает Анастасии вообще. Оттенки, конечно, немного более простые, чем там. Не такие глубокие, не такие, скажем так, модные. Да, они более простые. Когда мне пришла эта палетка, я ее не распечатывала. Хотела посвочить вместе с вами и распечатать. Мне показалось, что она будет ни о чем. Но, тем не менее, она оказалась мега-мега-мега крутой. Также вышла палетка румян. Вот такой вот внешний вид она имеет. Два оттенка для меня немного странноваты. Но вот этот оттеночек мне очень даже нравится. И хайлайтер тоже неплохой. Был комментарий о том, что вот это вот золотистое напыление, это верхний слой. А дальше он может быть более деликатным. Давайте вместе потрем, посмотрим. И могу вам сказать, что да, наверное, так оно и есть. Наверное, дальше хайлайтер будет более деликатным, чем то, как он выглядит сверху, скажем так. Вот эти вот три оттеночка довольно-таки пигментированы. Все румяно-матовые. То есть, если вы привыкли к каким-то сатиновым румяном, то они вам не понравятся. Вот этот оттенок я вообще пока не представляю, как носить. Вот это чисто летний оттенок. А вот этим оттеночком я в данный момент пользуюсь. Также вышло две палетки для губ. Я скажу так. Они неплохие. Цвета неплохие, подборка неплохая. Действительно, можно контурировать губы, если можно так выразиться. Но я не любитель именно помады в форме палетки. Потому что с собой ее носить нельзя. А не всегда есть возможность полностью накраситься дома. И губы нужно подправлять, если вы выходите на длительный период времени. Поэтому я больше, конечно же, люблю помады в стиках. У меня есть палетка помад от Smashbox. И больше я пока не хочу, если честно. Также у Maybelline есть две палетки для контурирования. Шикарные палетки. Очень крутые. И, наверное, все-таки я себе одну из них прикуплю. Хотя я не сторонник вот таких вот разноцветных корректоров. Уже это прошлый век. Есть гораздо более новые, гораздо более современные корректоры. Которые перекрывают любой пигмент. Но, тем не менее, мне очень нравится светлый оттенок в этой палетке. И мне очень-очень нравится хайлайтер. И раз уж мы заговорили о праймерах, еще есть четыре ручки и четыре разноцветных тюбика. Вышло два карандаша для бровей. Это Brow Satin Duo. Мне не очень он понравился. Но, тем не менее, мне очень понравился карандаш для бровей, который микро. Вот таким вот образом он выглядит. После Зоева я очень-очень люблю вот такие вот маленькие карандашики. Они самые удобные в использовании. Самые красивые, самые классные. Что могу сказать? Он немного рыжеват. Это оттенок браун, да. Софт браун. И он рыжеватенький. Нужно, наверное, какой-нибудь более темный для того, чтобы он хорошо смотрелся. Сделан он в Китае. Здесь на самом деле немного продукта, но это же брови, им много и не нужно. Вот такой вот карандашик. И куда же без туши для бровей вышел вот такой вот тараканчик. Я вам уже миллион раз его показывала. Сначала он попал в мои фавориты, потому что он действительно очень быстро, очень легко делал красивые бровки. И я с его помощью вообще делала все. То есть я не использовала ни карандаш, ни тушь для бровей, ничего. Только вот этот вот тараканчик и все. Но из-за того, что он имеет в своем составе фибру, такие вот маленькие волосочки, он очень-очень быстро засох. Наверное, через три недели он уже стал слишком густым и пользоваться им уже не представлялось возможным. Супер крутой запуск, просто крутейший. Это жидкие матовые помады. Оттенок номер 15, мне кажется, вне конкуренции. И я действительно могу рекомендовать этот продукт. Также вышло два неплохих хайлайтера в стике. И такой вот розовенький и золотистый хайлайтеры в тюбиках. Неплохие продукты, но мне больше нравятся сухие текстуры. Также линейку Maybelline пополнила вот такая вот штучка. Это лайнер очень интересной формы. Он выкручивается и выглядит вот так. Тонкий фетровый кончик, идеально черный цвет, толстая, менее толстая и очень-очень тоненькая стрелочки. Два двухсторонних стика. У меня в оттенке 01 light. Что могу сказать? Я думала, что здесь гораздо больше продукта. Сейчас вам покажу. Вот это, собственно, и все. Это весь продукт. Очень жирненькая, легко тушующаяся текстура. Вот такой вот оттенок у контура. Как видите, он такой с серым подтоном. Есть немножечко теплинки, но больше серости. То есть, действительно хороший контур. Что касается светлого оттенка, он выглядит немножечко замазочным. Даже если вы хорошо растушуете, он будет виден на лице. Поэтому к светлому оттенку я отношусь предвзято. Но контур просто супер крутецкий. Теперь тональный крем Fit Me от Maybelline. Я вам могу сказать, что это просто люксовый продукт. Предназначенный для нормальной, склонной к жирности кожи, матирующей и скрывающей поры. У меня кожа нормальная, склонная к сухости. Но этот тональный крем держится на мне до после обеда. То есть, большую часть дня. А потом мне все-таки нужно припудрить Т-зону, для того, чтобы он перестал немножко блестеть. Но он не блестит, как жирный блин. То есть, это не такой блеск некрасивый, неприятный. Просто тон начинает немножечко ползти, скажем так. У меня оттенок 105. Это, насколько я понимаю, самый светлый. Он не окисляется, но он подстраивается под тон кожи. То есть, он хорошо, красиво смотрится. Что касается упаковки. Нормальная упаковка 30 мл. Здесь вот эта вот часть была зафольгирована. Он жидкий. Легко распределяется. Наносится и кистью, и пальчиками, и бьюти-блендером. Чем вы только не придумаете. Все с этим делом отлично. Поры скрывает, припудривание не требует. Лично на моей коже. Могу сказать, что в последнее время я к нему больше расположена, чем даже к более дорогим тональным основам. Раз мы уже заговорили о тоне кожи, да, о цвете лица, то нужно сказать, что есть еще несколько пудр Fit Me от Maybelline. Они мне не очень понравились. И меня очень-очень удивила пудра, которая такая беленькая, закрепляющая, рассыпчатая. Она на ощупь как сухой силикон. Вот эта вот силика, или как она называется, которую добавляют в тональный крем, для того, чтобы он стал водостойким и более устойчивым. Вот если вы даже не будете ее покупать, придите в магазин, просто потрогайте ее пальчиками, потрогайте потом свой пальчик. То есть она просто зашлифовывает все, просто делает настолько все гладким, приятным. Очень интересный продукт, но мне кажется, что абсолютно не на каждый день. Ну что ж, это все, что я хотела сказать о торговой марке Maybelline. Как видите, она действительно работает над своим ассортиментом. И в скором времени, я думаю, что, наверное, каждый продукт от торговой марки Maybelline станет бюджетным аналогом люкса. В данный момент слишком, прям уж таки неприлично, слишком мне нравится вот этот Fit Me от Maybelline и вот эта вот палеточка Бургунди Бар. Не знаю, может попозже я передумаю, если я нанесу эти тени, они будут плохо тушеваться. Это будет одно дело, но в данный момент я просто балдею от них. Очень-очень красивые оттенки, очень супер классно пигментированы. Если сравнить этот Бургунди Бар с палеткой The Nudes, то прямо-таки на голову выросли Maybelline. Очень хорошо постарались. Что касается карандашиков оттенки, вот все-таки им нужно еще доработать. Лайнер суперский, с этим средством все понятно. Хайлайтеры тоже неплохие. То есть торговая марка Maybelline действительно стала очень-очень-очень уважаемым брендом, по крайней мере в моих глазах. Так, советую вам, если не купить, то хотя бы посвочить эти продукты, и вы будете очень даже удивлены. Если это видео было вам интересно и полезно, ставьте, конечно же, лайки. В скором времени будет подобное видео о торговой марке NYX. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить его. И пока-пока, увидимся очень скоро.